У нас получилась вот такая розочка, которую я хочу расплавить, потому что у нас неравномерно лег вот здесь краситель. Сейчас я отрежу лепестки, чтобы переплавить эту розу и сделать розу такую же, но без вот этих вот погрешностей. Вот так вот я отрезала уже эти лепестки, хотела показать вам вот так. Отрезаю только зеленую часть. Если остается немножко розового, это в принципе ничего страшного. Его можно переплавить и у нас получится красивое мыло. Разделяем наши цвета. Отделяем тонким слоем основу. А почему сразу целиком не переплавить? Будет серо-буро-малиновый цвет, который будет сложно где-то использовать. Вот мы полностью отделили зеленый от розового. Здесь остались кусочки, в принципе это незначительно, ничего страшного. Сейчас мы порежем мелкими кусочками наше мыло. Так как у нас мыльная основа качественная, мы ее можем переплавить не один раз и изготовить мыло такое, какое нам будет нужно. То есть если вы допустили ошибки при мыловарении, вы можете переплавить мыло и исправить все свои ошибки. Вот таким образом у нас получается розовая основа. Сейчас мы нашему заранее заготовленному зеленому, вот такому же как наш цвет и белому, добавим наш зеленый. Это из остатков будет у нас красивый цветок. Никогда не выбрасывайте остатки, потому что основа очень дорого стоит. И всегда можно использовать даже для себя, переплавить на красивое мыло или кому-то на презент. Вот получаются вот такие вот у нас кусочки. Если мы их сейчас переплавим и сделаем, к примеру, вот такую розочку, только уже без погрешностей. Здесь видите, тон лег равномерно. Смотрите наш канал и делайте мыло вместе с нами.